Да, стулья с дырками. Но они понадобятся, так как это очень потное мероприятие! Обстановка справедливо накаляется! Ведь сегодня разыграют... НИУ! Один из мощнейших видов спорта в России! Сейчас, подождите, пылесосят. Свет нельзя включать, не хватает мощности сейчас. Ну, в общем, типа баскетбол с борьбой с рестлингом. Рестбол! Просим каждую команду выставить своего борца! Команда Сколково Рестбол! На них светят антибактериальными лампами. Наука! Сколково Рестбол! Аплодисменты! Девушки машут. Левая плохо себя вела, пока поставили в угол. ЮРФ Рестбол! ЮРФ! Юнайтед Рашн Файтерс! Синяя команда. В начале Рестбола чей будет мяч? Решает борьба. Раунд на две минуты. От Зеленого Сколково выходит Заурбек Седаков. Олимпийский чемпион по вольной борьбе в Токио в 20-м году. Скорее всего, мяч окажется в зеленых. Молодой человек забыл очки дома. Смотрит через камеру смартфона. Чудовищное по своему накалу сражение. Рефери, как ведущий прогноза погоды, показывает нам. Вот здесь целый шторм. Здесь целая буря. Магомедов не сдается. Держится две минуты против олимпийского чемпиона. Чем же дело кончилось? Сейчас нам объяснят. Звучит труба. Разбудили комментатора. И на этом схватка завершена. Ага. Видна кобура у рефери. Да, ребята здесь горячие, опасные. На поле может стать страшновато. Сколково атакует. Мяч у Валиева капитана. Толкает его немножко в спину. Штрафной бросок. В целом, дорогие зрители, разбол можно охарактеризовать как вольная интерпретация баскетбола, где практически все участники – это борцы. Мастера спорта, чемпионы, участники ММА соревнований. Итак, штрафной бросок. Мимо борьба за мяч тут же. Сразу же еще один фолл. И еще один штрафной бросок команды Сколково. На этот раз его будет выполнять Виталий Галоев. Кстати, для примера, вот кто участвует. Это серебряный призер первенства мира по вольной борьбе. Немножко поколачивает мяч, запугивает его. Немножко мимо. Ну, наверное, ветер. Ладно, мяч дальше в игре. Синий РФ атаки. Даут Кельбиханов завладевает мячом. Его валят на землю. Рефери пока не свистит. Хотя он большой выдумщик. За мячом подошел Лендруша Копян, мастер спорта по боксу. Но его помогают оторваться по полной. Рестбол, дорогие друзья. Вот Лендруш мячом завладевает. Но Чермен Вальев из Сколково. Че, кто там? Чемпион России по вольной борьбе. Участники здесь буквально все регальные. Так, Гасанов с мячом. Чует, что не добежит. Пасует Мутаеву. Кстати, чемпиону Дагестана по рэкболу. Подождите. Жестокая борьба. Мяч выталкивает обратно. Но это трехочковый гол. Молодец. Но здесь нужен реплей в слоу-мо. Вот, синяя команда закидывает. Сколково пытается провернуть фарш обратно. Да, нанотехнология. В итоге синий же и выталкивает его. Так идет драка. В дворовом баскетболе в детстве называлось именно так. Сейчас это рестлинг. Зеленый и Сколково разыгрывают мяч. Так, заброс в корзину. Блин, ее перевесили что ли? О, жарко, жарко, дорогие зрители. Ну, вы сами видите, рестбол. Девушки с усилием обмахиваются. В Ниве нет кондиционера. Ну, хоть так. Резвости не бежит атаковать. Только один из Сколково мешает ему. Так, мимо. Но еще одна попытка. И вот еще одну очко команде ЮРФ. Все остальные из Сколково там что-то стоят, калькулируют. Им бы, конечно, лучше бы начать активнее действовать. Четырюной счет не совсем комфортный. Опа, дальняя передача. Десятый. Идет закид. Нифига себе, видели? Мяч как будто туда на ниточки втянули. Гравитационные магниты у Сколково. Здесь очень жарко. Комментаторы аж задыхаются. Пот стекает на глаза. Продолжается рэсбол. У меня уже одышка. Алиев. Раз. Фол, кстати, штрафной будет. Алиев. Два. Два раза подряд забил, а? Счет был 4-1. Значит, сейчас 6-1. Все правильно посчитано. И вот штрафной. И штрафной попадает. 7-1 счет. Драка. Вот моменты, ради которых предположительно и придумали рэсбол. Мяч у Сколково, бросок. Пока мимо, но штрафной в их пользу. Был фолотилих. Небольшая просьба. Можно ли хоть как-нибудь поменять счет, чтобы 7-2? Да. Получается, игроки настолько мощные и брутальные. Они как будто всасывают в себя энергию окружающих. Вон зритель проверяет, на месте ли еще его кадык. Слева внизу следите. 23-й номер. Зеленый. Один раз в тайм. Может снять футболку и кинуть оппонента. При удачном броске засчитывается два очка. Это супероружие любой из команд. Называется Ресслер. До снятия футболки оппонентам неизвестно, кто у противников Ресслер. Такая своеобразная суперспособность. Уже 7-4. Остается минута до конца периода. Закид Валиева и тайм заканчивается. Это еще два очка. 7-6. Девочки беснуются. Они радуются, что счет более-менее равный. Сохраняется интрига. Болельщицы ЮРФ смотрят с негодованием. Ведущий с интересом вскрывает киндер-сюрприз. Что там внутри? Это по ссылке в описании в полном выпуске. В начале второго тайма еще один сеанс борьбы. Но уже не на владении мячом, а за два очка. Белозеленый Радик Валиев. Капитан команды Сколкова. Берет раунд на себя. Тотально доминирует над оппонентом Курбановым. И вот что получается. Команда Сколкова, которая проигрывала со счетом 7-1. Сейчас лидирует 7-8. 7 очков подряд. А тут катится какой-то мячик. Так грех не закинуть. И кидает он. Да, согласен. Впечатляет. 86 номер. Артур Найфонов. Просто взял и кинул. Сколкова наращивает преимущества. Плюс у них сейчас еще и штрафной. Но правда Найфонов лучше работает из-под напряжения, когда его атакуют со всех сторон. Свободный же выстрел. Да, не настолько точен. 7-9 счет. И внесапно рестлер синей команды. Раннее использование суперспособности. Два очка ЮРФ. Специально подгадал ситуацию. Остался где-то позади. И подкрался. Но не все рестлеры такие эффективные и однозначные. Не все. Вот на сбросе мяча. Радик Валиев решается. Идет на риск. Но Гази Магомедов не дается просто так. Спорная ситуация. Берет ли два очка рестлер или нет. Рефери пытается разобраться. Скандал. Была вызвана рестбол полиция. Ты что, рефери, хочешь сидеть во рестбол тюрьме? Все, рестлер засчитан. Два очка команде Сколкова. ЮРФ понимает, что нужно отвечать. Кидает на троечку. Пофиг вообще. Почти с середины поля закидывает. 13-12. Конец второго тайма. У нас интрига. Какая красота. Не мудрено, что вокруг такой машины трутся девушки. Все хотят ее. Но получит только один. Розыгрышнивый на рестбол. Открываем рандомайзер. Пишем от одного до одного. Ага. Держим кулачки. Где он у нас находится? В-101. Вот он победитель. Который уедет на новой Ниве. Уедет на новой Ниве. Права есть? Нет. Вот, отличный. На новой Ниве. На новой Ниве. А мы тем временем ждем третьего тайма. Зритель зачем-то снимает потолок. Тренер объясняет команде, как же надо играть. Последние. Решай еще и 10 минут. Самые интенсивные и брутальные. Самые аварийные. Штрафной кидает Сколково. Есть очко. Они лидируют. С мячом. Галуев Италий. Рвется к корзине. Но падает. И атака все продолжается на него. Остальные зеленые пока выжидают. Ага. Внесапный рестлер от Алиева. Было, было. Два очка ЮРФ. Теперь они лидируют. Интрига до конца. Отволнение дует. Невидимую корову. Нужно чем-то руки занять, да. Далее атака синих. Неплохая комбинация от ЮРФ. И Голд забирает очко. О, хорошие техничные пассы. Сколково кидает трехочковый. Не попадает. Еще один рестлер справа. Вот он справа. Чермин Валев выполняет свою функцию. Молодец. По-партизански. Счет опять сравнивается. Но что ты будешь делать? Бросок от Гази Магомедова. Попадает. Остается полминуты. Ромазан Алиев как берсерк расталкивает синих. Делает бросочек. Он успел сравнять счет. Решающие пять минут овертайма. Некие манипуляции от ЮРФ. Закидон от ЮРФ. Есть очко. И они еще и штрафной бьют. Сколково сейчас поднапряглись. Есть еще очко. Еще одна атака. Зеленый как будто пытается играть помягче. Когда уже смысла нет. Нужно пожестче. Акмедибиро бросает. Еще очко ЮРФ. Денющая передача от Алиева. Сколково опять в опасности. Пытается поддушивать немножко. Мяч захвачен. Передача. Уже близко к левой корзине. Им нужен трехочковый. Прямо сейчас. Ну. Есть скидок. Попадание субоптимальное. Но 15 секунд еще. Нужна ничья. Сейчас еще один трехочковый. Есть бросок. Не попадает. Не точен. Но есть еще шанс. Девять секунд. Еще один трехочковый бросок. Отскакивает уже от кольца. Точность постепенно повышается. Может быть еще одну троечку. Нет. Уже слишком далеко. И бросок престижа от ЮРФ. Ну ладно. И так в три очка преимущество. Что за финал. А я чуть не помер там. И внимание дорогие зрители. Канал Рестбол разыгрывает 100 футболок и 100 билетов на будущие матчи. Да. Вживую там поприсутствовать. Посмотреть. Но не смотрите много на компьютере. Иначе испортится зрение. Вот как у молодых людей. Переходите по ссылке под видео. Подписывайтесь на канал. И напишите как вам игра. Желаю вам здоровья, добра, любви и процветания. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.